В преддверии 70-летия со дня Великой Победы мы продолжаем цикл сюжетов о подвигах советских солдат и тружеников тыла. Герой нашей рубрики сегодня ветеран войны Сергей Семенов. Ветеран прошел всю войну, начиная от сражения на Курской дуге до разгрома японцев. История боевых подвигов фронтовика в материале Екатерина Ковальчук. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. На фронт еще юный 17-летний Сергей Семенов попал в 1942 году. Вместе с товарищами начал военные тренировки в горах Грузии. Мы ходили в горы на занятия. Весь твелись в дыму, а на горе там хорошо. Пастухи ходят, стада овец. Курдуки, коляски, два колеса, хвост на коляске. Вот они ходят, траву идят, с горы на горы переходят. Это нам-то дико было. А спустя несколько месяцев рядового Семенова вернули в Саратовскую область. Солдат не подошел в роту по росту. Зато был принят специализированный сталинский корпус, который позже прославился на весь мир участием в Сталинградской битве. Командиром Сергея Семенова стал никто иной, как сам верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Вот в эту часть попал. И первое крещение под Курской дуге. Вспоминать тяжело. Я был в разведроте. Пошли и дали указанию дать команду разведку с бою. Вот время меня ранило. Машины, танки пошли. Три часа арт-подготовку делали. И как тронуться, мы думали там в живых ныне. Откуда, как укрепление там было, ой, окажется. Сюшки пробили. Своё следующее ранение зенитчик Сергей Семенов получил, уже освобождая Латвию от фашистов. В 44-м, вот, ночная атака была. Врыз танками, ночную вылазку сделал, осколку меня там ранил. Я истыкал кровью, и там у меня командир с вода в траншеи приметовала. Я глотал, глотал, устал глотать. Завезли в госпиталь. Пройдя лечение в госпитале, солдат вновь вернулся на фронт. Но за несколько месяцев до окончания войны рядовой Семенов вновь оказался на больничной койке. Последнее своё ранение ветеран получил в ногу. Осколки нашу. Но они не тревожат. А вот здорового мучают. Вот эту разрезы, о, где-то под бедрой. После войны, говорят, буду собирать танки, буду строить осколки. Фу, лёмся. Война для 90-летнего фронтовика закончилась в декабре 1945 года. После победы над фашистской Германией солдат отправился на войну с японцами. Указ, имеющий три и более ранения, демблизовать. Вот, сходил всё. Думал, скорую нет. А может пригодятся. Вот я и пришёл 45 декабря под Новый год, 46-го. Нагрудил ветерана несколько медалей и орденов. Но самые важные и ценные он считает награду за отвагу. Её он получил при освобождении Украины от фашистов. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова